Три разрешения. Три разрешения, которые складывались с решением экологических проблем во благо общества. Очень тяжелая на самом деле задача. И вот данный проект, один, наверное, из примеров, который позволяет решить эту нам огромную задачу. Опять же, не открою ни для кого секретов, что на территории Абакально-Черногорской агломерации проживает порядка 65% населения посудники Хакасио. Так вот, эта Абакально-Черногорская агломерация так сложилась исторически, что находится в Мусинской котловине. И, соответственно, все особенности географические несут за собой то, что эта территория подвержена частым приземным версиям с многовыми зрениями. Соответственно, по данным Росгидромета, по их оценкам, территория Абакально-Черногорской агломерации, уровень загрязнения атмосферы относится к высокому и очень высокому. Очень высокому относится это особенно в зимний период времени, когда идет большая пиковая нагрузка на теплоносители. Холодный период времени сопряжен со штирями в атмосфере. Как-то Сибирская генерирующая компания поспромничала, но я возьму на себя ответственность и озвучу соглашение. Есть такое соглашение между Министерством природных ресурсов Российской Федерации, между Владиславным обзором Российской Федерации и Сибирской генерирующей компанией. О том, что Сибирская генерирующая компания берет на себя обязательства по инвестициям по консервации Экадемии по Черногорске в городе Абакане, что влечет за собой ряд позитивных моментов для атмосферного воздуха именно в Минусинской потловине. При консервации существующих в городе Черногорске влечет за собой снижение выбросов именно непосредственно в городе Черногорске порядка двух тысяч тонн загвязняющих веществ в первом году. Ну и, соответственно, в общей сложности снижение загвязняющих веществ в образе атмосферного воздуха порядка на тысячу тонн в год. Согласитесь, это очень большое снижение нагрузки на атмосферный воздух, в первую очередь для города Черногорск, ну и для спальных районов города Абакана. Состояние котельных уже озвучивалось в городе Черногорске, это качество, состояние, качественных сооружений оставляет желать лучшего. И еще один немаловажный момент, за исключением ХАКТЭКа, практически все котельные находятся в санитарно-защитной зоне, не удерживается санитарно-защитная зона, в санитарно-защитной зоне проживают люди, а это здоровье наших людей. Если брать предотвращенный экологический ущерб, довольно-таки сложное вычисление, где присутствует также и здоровье населения, и экономический эффект от сохранения здоровья людей, но довольно-таки значительный предотвращенный экологический ущерб. Поэтому, конечно же, с точки зрения экологии, с точки зрения охраны сферного воздуха, в конечном итоге здоровье населения, это очень интересный проект. Хотелось бы, чтобы он был, конечно же, реализован. И скажу еще немного. Реализация данного проекта, она решает не только проблемы в рамках Абакально-Черноборской регуляции, но еще и в рамках Российской Федерации. Таким образом, Российская Федерация подписала рамочную конвенцию ООН по снижению антропогенных выбросов. Ну и в развитии, соответственно, реализации этой рамочной конвенции мы должны снижать парниковые газы. Так вот, переход на Абаканскую ТЭЦ, отопление Абаканской ТЭЦ, в рамках Черногорска, позволит снизить парниковые выбросы порядка на 1% в рамках Республики Хакасия, порядка 5% в границах Абакана-Черноборской регуляции, и, соответственно, мы сможем, как судьбе Российской Федерации, выполнить задачи, которые поставлены перед Российской Федерацией международным сообществом. То есть мы можем определенный вклад. Поэтому необходимо и вот эти моменты еще учитывать, кроме того, что я рассказал больше. Спасибо за внимание. Спасибо.